В Магадане прошла пресс-конференция с представителями Тутуру. Компания выступила организатором конкурса на самый необычный народный арт-объект в России. Проходило состязание в онлайн-формате. Магаданская скульптура «Время» в народе мамонт выиграла, набрав более 12 тысяч голосов. Это тот случай, когда действительно вся Россия проголосовала и регион, с другой стороны, действительно оказал, действительно все вместе собрались, поддержали и заслуженно победили. И сегодня мы хотели бы вас поздравить. В команде Тутуру были представители путешествий, журналисты, блогеры. Организаторы конкурса лично поблагодарили автора скульптуры «Время» Юрия Руденко. Скульптор рассказал, что ему было приятно пообщаться со столь умными и дружелюбными людьми. Сейчас Юрий Руденко работает над новым проектом, но подробности остаются в секрете. Я постоянно над чем-нибудь работаю. Ну, пока я не закончил, не буду выдавать. Вот они вот сняли, так сказать, в той стадии, в которой сейчас существуют творческие вот мои задумки, воплощенные. Но еще они не до конца. Я лучше не буду говорить, о чем идет речь. Это когда будет готово, тогда… Ну, будут так же украшать город, да? Естественно, конечно, да. Юрию Руденко вручили главный приз – светильник в виде мамонта. Мэру города и магаданцам гости вручили футболки с изображением скульптуры «Время». В конкурсе Туту-арт поучаствовало 85 арт-объектов страны. В поселке Дугча открыли магазин продуктов. Долгое время жители района жаловались на то, что купить товары им можно только в Магадане. Муниципалитет совместно с депутатами городской думы искали возможность открыть магазин на Дугче. Теперь он есть. В павильоне продаются товары повседневного спроса. Без проблем в схему размещения социально-торговых объектов – это место. Хорошо, что все-таки товары повседневного спроса смогут купить жители данного микрорайона здесь по месту жительства. Долгое время в поселке Дугча не было продовольственного магазина. И вот сегодня его торжественно открыли. Первые покупатели уже потянулись в магазин. Очень хорошо. Мы старенькие люди. Нам очень приятно. Самое главное, что для нас надо. Хлебушек. Хлебушком взяла. Спасибо большое. Очень долго ждали. Наконец-то дождались. Продавец магазина Светлана Синицкая рассказывает. Магазин на Дугче востребован. Люди возвращаются с работы поздним вечером и хотят купить продукты. Теперь такая возможность есть. Товара пока немного, но завезут больше. Цены не будут отличаться от городских. Цена не будет меняться. Она не будет выше. В принципе, так и везде будет цена. На всё. Жители Дугчипа благодарили депутата Магданской городской думы Максима Смирнова за помощь. Елизавета Сипаилова, Илья Пачин. Магданское время. Рыболовство. Мы выбрали. Действительно, это морской фасад Магадана. Вы видите, как преображаются дома на улице Портовой, улице Приморской, сквер Морской, парк Маяк. Даже по названиям мы видим, что мы находимся в таком неком месте нашей Нагаевской бухты. И то, что сегодня приняли решение проводить именно в бухте Нагаева, это очень правильное решение, потому что для кого-то это соревнование, кто больше поймает, кто первую поймает, кто самую тяжелую рыбку поймает. Семейные там номинации есть. Но тот, кто хочет поучаствовать, вот, пожалуйста, здесь будет большая программа. Можно попробовать все дары моря и продукцию местных производителей, послушать концерт и просто отдохнуть. Действительно, погода сегодня шикарная. Ой, смотри, что я поймала. Ну, впечатление очень хорошее, погода не подвела в этот раз. Вот, выбрались хоть свежим воздухом подышать. Ну, очень интересно, позитивно. Улов, вот, весь. Можно что-то, что вы сейчас даете по воде? Да. 20 минут. Мы участвуем второй раз. Сегодня на первом красном секторе я поймала вот такого налива. Мне сказали, что, знаете ли вы, пословица, если поймал налива, муж уходил до него. Я сказала, ну, я попробую этого налива поменять на хорошее на другом синим секторе. На другом синим секторе он поймал одну рыбу. Это наш улов в сегодняшнем соревновании. Во-первых, сегодня день по рыбе неудачный. В основном люди очень мало поймали. Я тоже в среднем так. Средний результат. А вот буквально неделю назад я поймал 25 килограмм. Представляете? Наваги, гора и корешки. Ну, сегодня день по рыбе неудачный, но погода просто супер. Сегодня, видите, настроение великолепное. Везде смех, шутки, прибаутки. Ну, просто это настоящий праздник. Горячо. Управление Министерства внутренних дел РФ по Магаданской области провели брифинг-профилактику на тему совершаемых мошенничеств с использованием телекоммуникационных технологий, так как за два месяца 2022 года зарегистрировано 102 преступления, совершаемых в сфере компьютерной информации. В связи с большим количеством преступлений сотрудники ведомства рассказали, как себя обезопасить от нападения мошенников. Когда вам звонят неустановленные лица с неизвестных номеров, сообщают о сомнительных операциях, проведенных по вашим банковским счетам, не надо сразу ударяться в панику, надо понимать, что в данное время вам звонят мошенники, банковские сотрудники не станут вас убеждать в том, что денежные средства надо снять со своего счета, перевести через банкомат, посредством банковских операций, на какие-то неизвестные счета. Этого обращения от сотрудников банка к вам никогда не поступит. УМВД напоминает, что нужно быть осторожными при совершении онлайн-покупок, быть бдительными при рекламе, которая обещает легкий заработок. В любой нестандартной ситуации прежде всего важно спокойствие. Если входящий звонок вызывает у вас хоть немного сомнений, прервите разговор. Любовь Голимбиовская, Олег Калугин, Магаданское время. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова